добрый день дорогие друзья открывая очередную заточную сессию вашему вниманию предлагается первая пятерка из заказа прислана на николаем как обычно задачи стояли следующие шлифовка и полировка полотна и оправы с последующей заточки при необходимости выполнялись восстановительные работы по избавлению клинка бритвы от обратной улыбки провисших пяток сколов заминов и приведение в результате в максимальном боевое состояние и так первая пятерочка готова первая из которых это бритва японского производства canon имеет указание марки на лицевой стороне с обратной имеет указание for barber use форс quality массивная бритва несмотря на внешний скромный размер это практически клин здесь не больше четверти выборки очень увесистая штука я думаю брить будет бескомпромиссно сносить будет все подряд номер один кэнон далее приинтереснейшая вещица же новелла и фигли миссина италия вот такая вот интересная бритва информация для николая приличная сталь отлично заточилась и вот по фасочки на спинке обратите внимание насколько насколько это лунная геометрия ну здесь я пришлось мне пяточку прибрать потому что достаточно так она болталась непотребно ну а то у нас получается здесь но нечто среднее между четвертью и половиной выборкой но обратите внимание на сколько звонкая сталь даже сейчас еще не на вас очень зарегистрировать этот приятный звук металла итак номер два новелла и фигли миссина италия такая бритва следующая бритва представительница японии аруса номер 1472 аруса с вероятно это инициалы имени фамилии с наверно сеньор то есть старший real japanese hollow ground но такой если это real japanese hollow ground у них конечно лютый средняя между половиной четвертью выборки очень тяжелая бритва очень тяжелая такая если кому приходилось затачивать бритвы после японских ханмейстеров думаю ребята меня поддержат в основном японские товарищи делают акцент на носике при этом особо не заботясь о том чтобы проточить до самой пятки и получается так что но она даже здесь видно хотя конечно я полотно выравнивал поскольку опять же таки ну стандартная ситуация пятка была гораздо шире чем носик но все равно даже здесь можно наблюдать у носика фасочка шире как на бушке так и в общем-то сама фаска так и у пятки то же самое такая проверили не проверили в днях потерялся номер третий русо япония очень мне понравился эстетически по крайней мере так точно вариант номер четыре это также бритва японского производства славно известный кейп бритва изготовлена из шведской стали на полной выборке звонкая и вместе с тем достаточно плотная вот очень большие надежды я скажем так на возлагаю именно на вот эту бритву в прекрасном состоянии опять же таки для барберов первоклассное качество отличная вещь отличная сталь искренне надеюсь что в работе покажет себя с лучшей стороны это номер четвертый и замыкающий этой пятерки представительница старой франции это лес панель от имеющая вот такую благородную патину которая ей поверьте мне шарма добавляет возможно это зрительно не видно но в живую конечно смотрится бесподобно также бритва имеет травление на полотне гласящее что данная модель предназначена для жесткой щетиной и чувствительной кожи четверти выборки она переживал я что вот эта патина по крайней мере предварительно когда осматривал патина начнет выбрасывать коленца на тот момент когда нужно будет уже формировать режим формировать режущую кромку к счастью ничего подобного не произошло кромочка чистая никаких очагов коррозии не имеет исходя из этого можно сделать вывод стружечки тонюсенькие малюсенькие можно сделать вывод о том что будет еще служить и служить вот такая пятерочка в общем то все через секундочку еще отдельно покажу вам вратаря так чтобы было как в той песне великолепная пятерка и вратарь на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся счастью ненадолго и до скорых встреч в эфире пока